Недовольные пробками водители, удивленные прохожие. Закрытие проспекта имени Расула Гамзатова вызывает у горожан и гостей столицы неоднозначное мнение. Казалось бы, цель такого переустройства созидательная, ведь на одну пешеходную зону стало больше. Но жители столкнулись с непредвиденной проблемой о неудачном новшестве ума Ибрагимова. Посмотрите назад, вообще невозможно, нервничаешь, ты едешь и нервничаешь постоянно. В часовой пробке Башир Камилов стоит не только в эти выходные. На протяжении трех месяцев он, как и другие водители, оказывается жертва непродуманного преобразования. И без того узкие улицы Махачкалы буквально переполнены транспортной паутиной. Ну, Лейна лучше было бы открыть, если можно было бы, конечно. Потому что это очень пробки большие, люди, видите, стоят в пробках по часам, человек. Пока мы ехали, от моста дошли, уже полчаса прошло, девушки все стоят. А мы спешим, время, у кого работают, у кого что, какие дела бывают. Проблема не без решения, решения не без идей. Если администрация города для дополнительной пешеходной зоны выбрала именно этот, самый используемый автомобилистами проспект, то водители предлагают свои варианты. Лучше было бы отдельный парк для всех детей, чтобы все гуляли где удобно. Я бы лучше, я не знаю, предложил вообще построить парк рядом с городом, но не внутри города. Проблема часовых пробок и километровых объездов не единственная. Проспект превратился в настоящий рынок. Скейтборды, скутеры, велосипеды. Если суббота и воскресенье для детей это небольшое развлечение, то для арендодателей и продавцов это дополнительная прибыль. К этим транспортным средствам жители уже привыкли, пока улицу не заполнили широкие детские машины, кареты с лошадями и паровозом. Не говоря уже о каруселях, которые закрывают практически всю линию дороги. Олег Зейналов объездил множество городов и стран. На родину в Дагестан приезжает не так часто, преобразованием удивлен. Говорит, в цивилизованных странах такой коммерции не наблюдал. Делается более компактно, без аттракционов, без игр всяких, без велосипедов. Ну, народ гуляет, гуляет. Создается пространство, и оно людьми как бы осваивается. А здесь есть большие пространства, вообще пустые, а где-то есть гуски, коммерции. Как-то это не вызывает большой радость, честно говоря. Одни арендуют транспортное средство, другие продают. Так лавка со скутерами здесь с самого начала, с момента закрытия проспекта. Ведь подобного рода бизнес здесь обыденное дело. Продавцы в один голос твердят, разрешение есть практически у всех. Разрешение не пускали бы. Здесь постоянно патрулирует полиция, постоянно ходит здесь. Я не знаю, вы видели или нет, они постоянно мимо меня тоже проходят. Они ничего не говорят, потому что они знают, что у людей есть разрешение на это. Почему закрытие улицы превратило выходные водителей в вечную дорогу, а детские развлечения в бизнес-предпринимательство? Администрация города не прокомментировала. Ну а недовольным жителям остается только ждать уже позитивных преобразований. Ума Ибрагимова, Нурмухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.